Я приветствую канал Gera Company. Я один из клиентов компании Gera. Купил себе примерно такой же Fox в прошлом году в Украине. Сейчас у меня находится он в Америке. Я из него стреляю достаточно часто. Потрясающий лук. И хочу сказать, что по качествам он, конечно же, не уступает многим европейским и американским брендам. Хотя сам владелец Gera сказал, что мечтает делать такие луки, как делает Bear. Но я считаю, что Bear это такая компания, которая немножко уже как бы на вчерашнем дне. Ну, во-первых, давайте поговорим немножко про луки. Я последователь индийской стрельбы, ведической, древней. И это называют трикшатс, но люди не понимают, что древняя ведическая стрельба это вопрос как бы айфона в сегодняшнем мире, это вопрос выживания. И из древней ведической стрельбы родилась наука, которая называется Данурведа. Данурведа это наука не только о стрельбе из лука, это наука вообще о военной тактике, а о философии из нее вышла книга Сунзи, Art of War и многие другие древние трактаты. Поэтому в Данурведе есть много разных разделов. Но в Данурведе есть особый раздел, который описывает искусство стрельбы из лука. Это считается топовое искусство стрельбы, поэтому есть искусство стрельбы статическое, динамическое, на колеснице, на лошади. И для каждого типа стрельб есть свои луки. Вот здесь мы представляем два продукта Геры. Первый это Фокс, это короткий конский лук, который очень удобен для тренировок, очень удобен для перемещения и был бы очень удобен во время динамических тренировок. Это первое. Второе это бамбуквый лук, но мы поговорим про каждый лук. Давайте начнем с метода стрельбы с кольцом. Все наверняка знают Ларса Андерсона, известного мирового лучника. Он кольцом не пользуется, потому что он настолько профессиональный лучник, что для него это не вопрос. Раньше лучники натирали себе специальные мозоли. Но все-таки, когда мы поговорим про очень мощный лук, нам нужно защищать свои пальцы. И вот кольцо кожное, на мой взгляд, является одним из самых удачных решений, чтобы освоить восточную стрельбу из лука. Это первое. Второе. У меня, наверное, порядка 20 разных луков. И я понял такую вещь, что все эти луки я покупал, вообще ничего не понимая о них. Поэтому самые лучшие луки – это слабые тренировочные луки. От 12 до 14-16 фунтов. Чем слабее у вас лук, тем лучше вы отработаете технику. Это первое. Теперь давайте немножко поговорим о Данурведе. Данурведа описывает разные типы луков, разные типы стрел. Как ни странно, мы говорим, а что такое вот стрела? Ну, на самом деле, стрела мужская, с тяжелым наконечником. Она баллистически летит вот так вот. И приспособлена для длинной навесной стрельбы или стрельбы на пробивание. Есть стрельба женская, где вес в большей степени сзади стрелы. Эта стрела гораздо лучше женская стрела для снайперской стрельбы, для точной стрельбы. И есть так называемая нейтральная стрельба. Стрела. Нейтральная стрела – это, как правило, стрела для тренировки. Здесь у нас вполне такая вот нейтральная, отбалансированная стрельба. Соответственно, стойки и системы меняются в соответствии, какой стрельбой мы занимаемся, какая у нас задача. Есть еще так называемые нарокострелы, цельнометаллические стрелы. То есть, когда-то была цельнометаллическая стрельба, это была так называемая VIP-стрела. Ее держали как бы в колчине от того, чтобы там прибить какого-то очень важного воина, чтобы она прошила и щит, и доспех одновременно, и человека насквозь. И есть мистическая стрельба, или духовная стрельба. Об этом, наверное, нужно сделать отдельное видео. Сейчас мы на этом канале покажем вам элементарные азы стрельбы и объясним, почему. Смотрите, существуют разные типы стрельбы. Первый – это статический стрелок, статическая мишень. Второй тип стрельбы – это статический стрелок, динамическая мишень. Третий тип стрельбы – это динамический стрелок, динамическая мишень. И следующий тип стрельбы, самый высший, это стрельба на слух Для этого лучнику завязывались глаза, ставились цели, в них кидались камешки И лучник уже на слух поражал цели О таких известных стрелках описано в Рамайине, в Махабхарате И это вполне, можно сказать, тренировочная техника, но она осваивается очень сложно Дальше описаны три типа лучников Самый слабый лучник, это тот, кто выпускает 200 стрел в день 200 стрел в день со специальными упражнениями Это тот минимум, в котором лучник поддерживает свою форму Считается идеальная форма, это 400-500 стрел выстрелов в день То есть это говорит о том, что помимо того, что вы нарабатываете рефлексы Вам нужно постоянно их оттачивать Именно поэтому такие люди, как Ларс Андерсон, они виртуозно владеют луком Разными технологиями, потому что они это делают каждый день Каждый день по много часов Но я в свое время стрелял где-то примерно, может быть, по часу, по полтора в день Какое-то время И я не могу сказать, что я достиг какого-то суперсовершенства, но отработал технику Итак, смотрите, вот техника, да, простая стрела Опять же, фирмы Гера Я купил таких, по-моему, они по доллару На мой взгляд, это очень суперхорошая цена Потому что такая средняя карбоновая стрела будет стоить 3-4 доллара Если вы будете покупать на Амазоне, на Алиэкспрессе Но результаты, друзья, абсолютно точно такие же К сожалению, эти стрелы не до конца подходят под эту тетиву Они слишком тонкие, пропилые Но мы сейчас попробуем даже с ними немножко поработать Итак, первое, это как мы держим стрелу Существует много методов держания стрел Обратите внимание, что я держу ее двумя пальцами И даже если я на коне, эта стрела никуда у меня не денется из пальцев И я контролирую засечку То есть нак, наконечник стрелы, я полностью контролирую Что позволяет мне легким движением Смотрите, что я делаю легким движением Раз И я уже ее проделал Все, она уже висит у меня на тетиве Теперь только я делаю специальную мудру Это называется ухо-льва-симха-карня Оттягиваю и попадаю фактически в цель Сразу же не целясь Почему? Потому что Стрелы я держу в той же руке, где и лук Либо в поясе Либо в колчане Но если я реально хочу во время битвы двигаться Понимать, что происходит Значит, я должен всегда смотреть на тех лучников, которые стреляют в меня Я не могу смотреть на свои стрелы Не могу смотреть на свой лук Я все должен делать механически То есть видите, все мои движения Они механические То есть я не целюсь Это все работает на рефлексах А для этого нужны долгие тренировки на мышечную память Итак, смотрите Показываю хват Это очень универсальный хват Который работает как на снайперскую стрельбу Так и на пробивание И поэтому этот хват называется турецким, монгольским Но в народе он называется Симха-карня ухо-льва Смотрите Я не перекладываю стрелу сюда Потому что это очень-очень много усилий А в бою каждая доля секунды важна Поэтому я ловлю стрелу двумя пальцами Беру палец Видите, кольцо держит Закрываю замок вторым пальцем И этим же пальцем Теперь смотрите с этой стороны Этим же пальцем Давайте сделаем здесь повыше Этим же пальцем прижимаю стрелу к луку Понимаете, да? То есть у меня кольцо пальца держит так, что я прижимаю к луку Теперь смотрите упражнения, которые вы должны повторять Чтобы перейти на категорию Динамическая мишень, динамическая стрельба Вы можете делать такое упражнение Делайте хват И теперь делайте вот такие движения То есть все, я еду на коне Видите, никуда не девается ни стрела, никуда Оттягиваю цель и попадаю в цель спокойно Почему? Потому что за счет хвата За счет контроля стрелы И за счет, скажем так Техники Я могу удерживать ровно стрелу Под углом 90 градусов Даже находясь в движении Запомните, лучник исторически всегда двигался Он ловил чужие стрелы Посылал их врагу, прятался Поэтому есть стойки Например, смотрите Вот эта стойка Когда я загружаю одну ногу И, например, вот таким образом оттягиваю лук Видите, сверху делаю рычаг Эта стойка работает для того, чтобы я стрелял далеко мужскими стрелами Можно еще одну стрелу? А вот теперь есть поза из йоги Которая называется поза лучники Лучника Это вот такая поза Возникает вопрос Почему эта поза из йоги называется поза лучника? Объясню Потому что в этой позе Лучник занят технологией пробивания Понимаете, да? То есть я посылаю свою энергетику Вообще вся стрельба из лука – это энергетика Еще одну стрелу, пожалуйста Поэтому Как работает лучная энергетика? Я не стреляю одной рукой Я стреляю двумя руками, как гармонь Лук, как гармонь И это движение называется катра Существуют разные типы катра Для чего катра нужна? Во-первых, она увеличивает энергию стрельбы на 10-15% Это первое Но самая главная задача катра – это докрутить стрельбу в момент динамической мишени Например, если мишень движется, то я определенным движением досылаю стрелу Можно еще одну стрелу? Теперь, чтобы вы понимали Если от меня прячется мишень за щитом, за луком, за углом, за деревом Он никуда не денется Потому что тогда я меняю траекторию Видите? То есть у меня не 90 градусов стрела работает А стрела у меня, например, на 30 градусов Это позволит стреле лететь вот так вот по крученной траектории Тогда я стреляю вот так, смотрите И стрела летит вот так вот То есть, иными словами, с помощью правильных положений стрелы и лука Я могу полностью манипулировать и управлять полетом стрелы Еще интересный момент Люди должны понимать, что лук не держит вот так Обратили внимание, что у меня нет наруча Потому что лук я держу немножко вот так Это позволяет двум вещам Первое, не повреждать мне руку во время стрельбы А второе, за счет того, что у меня лук немножко криво Я делаю две вещи Первую вещь, которую я делаю, это За счет такого движения Я стреляю так, что стрела не касается лука фактически Понимаете, да? То есть, вот таким движением стрела проходит и улетает Она не бьется об лук Потому что есть такое понятие, как феномен стрелы И стрела летит несколькими методами Один полет стрелы называется рыбий хвост Другой полет стрелы называется цветок или мандала И в зависимости от того, как летит стрела, у ней меняется баллистика И вот в древних науках люди баллистику очень хорошо знали и изучали И поэтому они еще могли стрелять сверху, снизу, по динамичным мишеням А главное, что они могли разрушать стрелы или луки врагов Например, была специальная стрела, которая перевелась тетива врага Вам кажется, что это ха-ха-ха-ха Но тетива врага это очень важно Смотрите, когда в вас летит много стрел То лук тоже работает как оружие Во-первых, стрела работает как оружие Во-вторых, вы можете делать определенные движения и стрелой, и луком То есть у вас одновременно и тетива, и лук, и стрела работают как щит Понимаете, да, если меня выпустило какое-то количество стрел То я могу их отбить Это первое, да Второй вариант Я могу приотбить и поймать стрелу И тут же перезапустить ее своему другу обратно Это как бы такой пирожок Называется обратная стрела Убить человека стрелой, который он в тебя послал Ну вот, это очень прикольно Ну вот, и потом нужно понимать, что лук это тоже оружие Я могу луком очень много делать боевых движений Поэтому есть целая система работы с луком Есть целая система движения с луком Потому что он тогда будет существовать как щит Да, есть методы рукопашного боя с луком Потому что луком я могу порекровать удары меча, удары копья А стрелы у меня, поскольку я их держу тоже определенным образом Можно Если я говорю про, например, скоростную стрельбу То стрелы я могу бежать вот так вот Между каждым пальцем Таким образом лучник может держать до 12 стрел И полностью их контролировать То есть он даже не смотрит Да, он контролирует каждую стрелу И как бы Они уже на предзарядке Но тогда мы должны при скоростной стрельбе изменить хват Есть так называемый хват славянский Вот смотрите, еще один хват Который, на мой взгляд, интересен будет для стрелков Опять же, мы держим стрелу Опять же, ее заряжаем Здесь возникает такой интересный феномен Посмотрите То есть если мы берем вот так классический хват Да, очень полезный То теперь Подождите, пожалуйста, с камерой ближе То теперь мы так делаем так называемый славик дрон Хотя на санскрите я забыл, как это называется Палец сюда А три пальца оттягиваем сюда И вот давайте сейчас смотрите Только дайте мне просто в мишень И вот видите, что я делаю Я вот этим пальцем прижимаю стрелу А вот эти три пальца у меня тянутся Вот этот хват позволяет мне стрелять вот так вот То есть это хват для скорострельной стрельбы Он фактически позволяет выпускать 3-4 стрелы в секунду И это как бы считалось нормально Видите, то есть он Другой хват Теперь посмотрим еще один хват Вот этот хват выпускает, если нужны очень тяжелые пробивки Или у нас очень сложная местность Тогда смотрите, что я делаю Я беру раз Хват классический Но я не закрываю мудру одним пальцем Я беру вот так вот Как фигу Посмотрите У меня стрела закрыта двумя пальцами Этот хват позволяет мне стабилизировать стрелу И когда я делаю движение вперед Он увеличивает пробиваемость объекта Поэтому задачи стрельбы из лука Это первая снайперская стрельба Вторая это далекая навесная стрельба И третья это пробиваемость объектов Ну и четвертая это динамика Как мы уже говорили Давайте попробуем для прикола Стрельбу на звук Давайте для этого покажем, как эта тренировка происходила Смотрите, вот ты завязываешь не глаза Завязывай нормально, завязывай, чтобы я ничего не видел Не стесняйся, не стесняйся, завязывай нормально Так, теперь кто-то один из вас Оставляем уши Кто-то один из вас должен будет кидать в мишень Ну там стрелу или камешек, чтобы я слышал Ну или в забор Смотрите, вот я, например, начинаю раскручиваться Я раскручиваюсь, 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 раскручиваюсь Раскручиваюсь, раскручиваюсь Я уже не знаю, где забор, где мишень Так Так Оп Останавливаемся Никого там не убью? Нет Ну то есть Понятно, что Обычно для такой стрельбы Использовать глиняные сосуды, которые хорошо звенели Или деревянные щиты Ну вы примерно понимаете, да Что когда человек уже наработал всю моторную технику Следующее для него это стрелять с закрытыми глазами И поэтому когда люди спрашивают меня А как целиться из лука Ответ очень простой Из лука вообще не целится Как только ты начинаешь целиться из лука Ты уже труп в битве Понятно, что можно там Сделать прикладку Можно прицелиться Но в битве у тебя динамическое Себе колечко маленькое То есть в битве у тебя нет времени на эти вещи И поэтому в битве все должно работать на рефлексах, друзья Никто из нормальных воинов не целится больше, чем долю секунды И вот мне говорили, что вот ваше видео Будут хейтеры Я сказал, ну скорее всего будут те хейтеры, которые не лучники Или те хейтеры, которые не понимают Что такое стрельба из лука Потому что исторически стрельба из лука Это вопрос жизни и смерти Это не вопрос провести хорошо время На выходной Или позаниматься спортом Это вопрос Либо тебя убили Либо ты убил врага в поле боя Или защитился от хищника Или там себе добыл еду Вот поэтому, друзья История развития стрельбы из лука Очень-очень древняя И поэтому Данурведа есть не только у индусов Она есть у турков, у китайцев Так или иначе, как сейчас люди делятся мобильными телефонами Люди делились секретами производства луков И многие традиции ценили луки Например, греческие луки с острова Крит Сделанные из рогов греческих горных баранов Считались одними из лучших И когда римляне захватили Грецию на острове Крит Они открыли школу по стрельбе из луки Потому что греческие и критские лучники Это были лучшие лучники, можно сказать, античного мира Но в Индии, если вы будете читать Махабхара То, а рекомендую вам почитать Махабхара То вы увидите, что лучное искусство Это вообще было частью шатрийской культуры Частью, так сказать, аристократической боевой культуры И у самураев, чтобы вы знали тоже Самурай – это лучник на коне Только позже, потом уже шли мечи Поэтому давайте, можно мне еще один лук Если не трудно, пожалуйста, передайте вот этот лук Итак, очень коротко, смотрите У нас два лука, они совершенно разные Вот этот лук называется трибанга Или трибанга – классический ведический лук Согнутый в трех местах Турецкий лук – дубанга Он согнутый только в двух местах Все эти луки, как композитные, так и бамбуковые Описаны в Данурведе Теперь, чем отличаются длинные луки Во-первых, такими луками пользовались трайбы Разные индейцы и лонгбоу – английские стрелки Эти луки очень мощные, но они очень удобны для пешего воина Они очень удобны для охоты Но они совершенно не годятся ни в какую Не для коня, не для позиционной войны Поэтому эти луки, как правило, были либо оборонительные, либо охотничьи Но они также были тренировочные Вот смотрите, у этого бамбукового лука Есть определенное количество колен Давайте считать Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь То есть считали, что лучшие луки с бамбуки, которые больше семи колен Вот этот лук хороший, у него семь колен Он тоже, так я понимаю, сделан фирмой Гера И, на мой взгляд, сделан достаточно аккуратно Я могу сказать, что я видел другие бамбуковые луки, но они не такие хорошие А даже японские Я хочу из него стрельнуть В чем его прикол, этого лука? Ну, во-первых, прикол в том, что он Бамбук очень хороший материал И он имеет достаточно хорошую эластичность Для него нужна специальная длинная стрела Насколько я понимаю, да? По длинею стрела Нет, это стандартная страна по длине стрела Это просто, типа, определенного вида класса лука Понял Ну, обычно просто у японцев под бамбуковые луки длинная стрела Это под юм или ханькью? Да Ну, у англичан тоже была достаточно длинная стрела И в шастрах описано, что для бамбуковых луков более длинные стрелы Используется Натягивать лук надо очень аккуратно А вообще, если мы некачественно натянули тетиву И, например, сделали пустой холостой выстрел из лука Мы можем сломать и лук, и порвать тетиву Поэтому тут надо быть уверенным, что все сделано правильно Ну, вроде как правильно Вроде как правильно, вроде как все по центру И давайте теперь просто почувствуем его Это нижняя часть, так я понимаю, это верхняя Правильно все, да? Все точно О, серьезный лук И убойная сила из него очень-очень крутая И я хочу сказать, что в принципе я чувствую с этим луком себя достаточно комфортно В качестве пешего лучника Как пеший лук, это очень крутая штука И для войны, и для... Вот, ну стрела, как я уже говорил, немножко короткая Лук достаточно мягкий Точность неплохая Вся эстетика Вот, ручки очень удобные И посмотрите, вот считается Не английский лук Англичане делали луки из других материалов Это больше тоже индейский, индийский, 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 индийский А лук, потому что в принципе многие азиатские культуры делали луки из бамбука Ну а все остальное здесь, на мой взгляд, прекрасно отработано Вот, и... Не знаю, мне этот лук очень понравился Я бы себе такой купил Если бы у меня рейндж был где-то на даче Ну, то есть, понимаете, где у тебя много-много луков И ты можешь из такого прикалываться, походить по лесу, пострелять Для, конечно, тренировок на коне И более такой динамической городской жизни Вот этот тоненький лук более подходит Но, ребята, те, кто хотят в своей коллекции иметь что-то стоящее Я бы сильно порекомендовал Если вы сможете купить такой лук в районе от 100 до 150 долларов В зависимости от отделки и качества То это очень хороший бай Объясню почему Потому что, как вы понимаете, бамбук импортированный, наверное Это что-то там в Вьетнам, Индия То есть, это не местное дерево И качество очень-очень классное Качество обработки, качество склейки Я бы сказал, что это очень fair price Но, опять же, смотрите Это видео не является коммерческой рекламой Это просто оловерды нашим друзьям из Геры Потому что мы купили у них луки И стреляем из них Они попросили нас искренне подсказать зрителям О качестве продукта и методах и технологии Итак, смотрите Я прекрасно стреляю хватом Вот, ракучный стрел Обратите внимание Вот, пожалуйста То есть Не целюсь Фактически в кучу В центре мишени Я сейчас Опять же, не целюсь Очень специально Так, чуть ниже Чуть повыше зайдем Еще чуть Ну, то есть В принципе Там уже просто некуда было попадать Но Так или иначе Вы увидели Насколько мощная Работа стрелы Стрела фактически входит По самое не хочу Ребята Вот это вот кожаное кольцо Обратите внимание Что оно Очень простое Вы можете сделать каждый Оно закрывается За счет Специального компенсатора Одевается на руку Потом я могу ему подтянуть На мой взгляд Это самое удачное Из того, что когда-либо вообще было Я купил его совершенно в тупую В Китае Когда был в Китае С китайскими лучниками Увидел у них такое кольцо Я говорю Ребята, а где такое классное кольцо? Может ли манчжурское Тупить или костяной? Они говорят Из всех видов колец Это самое удобное И для практики И для практического применения Кожаное кольцо Посмотрите Очень удобное Очень мягкое Не потеряете его Оно вешается хорошо Теперь смотрите Я держу лук Ну как я уже говорил Я держу стрелы Вот И обычно индейцы Если посмотреть Они всегда держат вот так вот Три-четыре стрелы Для чего это делается? Это делается для того Чтобы тут же моментально Как бы Ну долго не Заморачиваться Я не делаю сейчас специальную стойку Специальную оттяжку Но я просто стреляю Интуитивно И фактически попадаю Я не попадаю в десятку Я попадаю постоянно в мишени То есть понимаете Да У меня нет сейчас сути Попасть именно в десятку Но я просто попадаю В одно и то же место За счет чего Сейчас покажу За счет чего Смотрите Есть разные прикладки И для лучника Прикладка Это самое важное Дай пожалуйста Стрелы То есть что такое прикладка Это когда твои мышцы Помнят позиции Твоей стрельбы И ты уже никогда не целишься Вот смотрите Я взял Видите я держу двумя пальцами Стрелу Пускай они просяют кольцо Вот Видите стрела уже Вот она у меня держится То есть я могу Манипулировать как угодно Я могу сражаться с этим луком Но у меня никогда Положить делать А теперь смотрите Что я сделал прикладку Раз К щеке Значит у меня вот На уровне щеки Работает Следующая прикладка Раз к уху Это другая прикладка Третья прикладка Раз к носу Или подголовку Бородку Вот от прикладки Зависит баллистика стрелы И от прикладки Зависит стиль Поэтому мы всегда Должны тренировать Прикладку Не просто стрелять А понимать четко Куда приходит стрела Куда приходит рука И чувствовать ее И в процессе Многих-многих выстрелов У нас наработается техника И эта техника Позволит нам с вами Стрелять не целясь Еще раз друзья Задача стрелять не целясь Если вы целитесь Значит вы плохой стрелок А если вы научились С помощью прикладки Смотрите Да видите Стрелять не целясь Через Ну Метод держания лука Тогда у вас все хорошо И например Колчан У нас есть колчан на лошади Или колчан где-то Ну что такое колчан Колчан это много непонятно стрел Поэтому раз удар в колчан Можно сделать удар Положим Вот стрелы в колчане Видите Ну стрелы торчат в колчане Я делаю раз удар Вот я достал три стрелы То есть я знаю У меня три-четыре стрелы в руке Это индийская Тоже арабская техника То есть Видите Я в таком варианте иду Я знаю что у меня Раз Выстрел Два Выстрел Три Выстрел Все попали в одну цель Я это делаю медленно Настоящий тренированный лучник Сделает три выстрела Одну точка пять секунд Я уверен вас Что если мишень быстро движется То как минимум две стрелы Или одна стрела Требет цель Еще раз ребята Показываю несколько раз Как правильно нужно делать Во-первых стрелу Мы держим всегда пальчиками Чтобы контролировать момент нака Дальше держась за нак Мы его пропихиваем Вот эти два пальца Контролируя стрелу У нас она Она врезается под тетиву Потом мы аккуратно разворачиваем И тут же стрела уже Сидит на тетиве Я здесь немножко помогаю пальцем Потому что Слишком узкое Горло стрелы Но в целом Это делается без всякого Усилия Дальше Палец сюда За стрелу Палец как бы как курок И другой палец Он как бы защелкивает курок И После защелкивания Он запирает стрелу Так чтобы стрела прижималась к луку Обратите внимание Вот видите Раз То есть я сделал так Чтобы стрела прижилась к луку И дальше Когда я тяну Приложил Да Я держу И отпускаю Ну вот все Что ребята Я вам хотел сказать Да Как наши друзья Для хейтеров Я Рассказал одну историю У меня был один друг гей Его сказали Как вы относитесь К хейтерам Этот гей Сказал Мой друг Он сказал Но они же не геи Поэтому я сказал Ребятам Что если будут хейтеры Которым это не понравится То они не лучники А те кто лучники Жмите палец вверх Подписывайтесь на канал Меня зовут С вами Аватхуд Я наверняка еще Сделаю Несколько видосов О теории стрельбы Из лука Это древняя Духовная культура Я сам индийский монах Изучал Различные боевые искусства Но к луку пришел Немножко поздно После 40 лет Хотя с детства Тренировался И только благодаря Того что я стал читать Древние книги Махабхарату Смотреть Ларса Андерсона Он даже кстати Тоже читает Махабхарату У него даже видео есть Я понял что лук Это очень-очень Крутой спорт Крутая духовная дисциплина Это помогает Мне для концентрации Для медитации Надеюсь поможет вам Спасибо дорогие друзья Всего хорошего Субтитры сделал DimaTorzok